После зимы порядок наводят везде, в том числе и на погостах. Тем более, что приближаются поминальные дни, когда по христианскому обычаю здравствующие посещают места последнего покоения близких людей. Понятно, что необходимо содержать места захоронений в пристойном виде в течение всего года. Но основная работа по наведению порядка все-таки начинается с приходом весны, в преддверии Пасхи. Побывав на нескольких городских кладбищах, мы убедились, работа в полном разгаре. Валентина и Юрий Астаховы часто приходят на кладбище, чтобы почтить память родных. В преддверии Пасхи они, как и многие другие, нашли время для наведения здесь порядка. Убрать листву и сорс участка, подсыпать песок, помыть оградку – забот хватает. В разговоре супруги подметили, что территория Расторгуевского кладбища стала в последнее время заметно чище. Ухожено, всегда песочек, водичка. Я не знаю, водичка сейчас есть или нет, а то и вода там есть. С Читой Астаховых не совсем согласна Ирина Кончина. Могила ее супруга расположена рядом с центральной дорогой и за зиму вся покрылась грязью. Такого безобразия, как в этом году, никогда не было. Мы даже не узнали могилу. Я лично не узнала могилу своего супруга, потому что памятник был полностью залеплен грязью. Полностью. Мы рассмотрим жалобу, но, знаете, очень тяжело, потому что кладбище очень большое. Трактор идет, тут вручную невозможно снег почистить. Будем принимать какие-то меры. Будем решать этот вопрос. За решение этого и многих других вопросов по уборке территории городского кладбища, как, впрочем, и всех в районе, отвечают рабочие специализированной похоронной ритуальной службы. Трудятся они в течение всего года. Но самый разгар работ – весной. В этом году в связи с теплой погодой, установившейся в марте, к работам по наведению чистоты приступили раньше, чем обычно. За месяц только с Расторгуевского кладбища самого крупного захоронения в районе было вырезено больше 63 кубометров мусора и сухостойных деревьев. За зиму очень много деревьев. Где-то упало, где-то еще что-то. Деревьев хватает. Так как кладбище у нас находится в лесном массиве. Приводя в порядок территорию этого городского кладбища, особое внимание уделили месту захоронения воинов. Павших в годы Великой Отечественной войны. Здесь еще осенью были высажены тюльпаны. Чуть позже покрасят ограду. Сейчас все 18 кладбищ, которые обслуживает муниципально-унитарное предприятие, практически приведены в порядок. Готовность к пасхальным праздникам составляет порядка 90%. Вся загвоздка в том, что в ночные часы минусовая температура. Поэтому покрасить ограждение не предоставляется возможным. Либо мы будем тратить лишние деньги. Но как бы ни старались рабочие обслуживающего предприятия, порядка не будет до тех пор, пока сами люди не начнут его соблюдать. А ведь порой как бывает. Убравшись на могиле родных, граждане бросают мешки с мусором неподалеку. Люди разные. Кто-то понимает, собрали мусор, принесли к контейнеру. Кто-то менее относится к этому дисциплинированно и выбрасывает где удобно. Боремся, объясняем, показываем людям примером. Напоминанием о необходимости соблюдения порядка и чистоты будут служить таблички, которые в скором времени появятся в местах захоронений. Татьяна Акимова, Алексей Лин, Елена Кошелева, Видное ТВ.